В июле прошли городские праздники, посвященные Фёдору Михайловичу Достоевскому, седьмой раз. Мы там везде были. Совершенно шикарно. Метро Достоевского, памятника. Танцевали огромные куклы. Чехов, Хармс, Пушкин, Гоголь. Затем в трактире на Кузнечном встретились герои Достоевского. Надо ли вздрогнув мёртвую ночью горе чернил пить, курить фемиам? И не случайно, а явно нарочно, Чага с полынью напополам в пьяном потоке Ползёт по стёклам, мутным, зелёным, как дно бутыля. Верить нельзя проценщице воплям, Тридцать три, ухвативши рубля. Красная свечка скривится согласно Страшную миной, а шпарит вдруг стих, Как хлеб ржаной, колбаса, И масло в нём бог и палач. И сердец трубочист. Этот город нас всех переделал, называется, на почве Достоевского. Петербург не блеск Невского, Не счита коммуналок Достоевского, Те же вечные проблемы, Испытания, измены и полиции вражба, И над маленькими людьми Судьбы вражба, Вам не втиснуться в наши рамки. Мы Петербурга вечные подранки, Мы вечные изгнанники судьбы, Но лучшие друзья, Положенные в гробы, На песни. Поют наши дети, Такие лихие, как мы, И всё повторится на свете, Для этого мы рождены. Чувствовал какие-то трусливые ощущения. Он был должен к другому хозяйке И боялся с нею встретиться. В начале июля В чрезвычайно жаркое время Раскольников вышло из своей коморки, Которую нанимал от жульцов Столярный переулок на улицу. На улице жара стояла страшная. К тому же духота, Всюду издвездка, Леса, Пыль. Это особенно летняя вонь, Столь известная каждому Петербургу. И он расшёл теперь делать пробу Своим предприятиям. И с каждым шагом Волнение его возрастало всё сильнее и сильнее. Но он шёл дорогой тихой, Степенной, не торопящей, Чтобы не подать каких-либо подозрений. Нет, Магомеда мы не были. Знаете, человек, вороняющий Анну Кариню, кажется мне, как будто моим личным врагом. Ну, в таком случае, я замолкаю. Фёдор Михайлович, мне крайне важен именно ваш взгляд. Мне бы не хотелось быть с вашим личным врагом. А тема для разговора, я думаю, мы найдём более интересную. Можно немного повернуться к свету, чтобы мне виднее было. Вот так. Я ничего не могу понять в вашем лице. Это от того, что лица ещё нет. Я ни в судебных, ни в земских, ни в общественных делах, ни в бельмеса. Сейчас социалиста задают тон, я и в этом ничего не смыслю. Первый лозунг социалистов. Либерте, свобода. Делай всё, что угодно в пределах закона. Но всё это слабо. А в действительности? Когда можно делать всё, что угодно. Когда у тебя миллион. А даёт ли свобода каждому по миллиону? Нет. Так что же человек-то без миллиона уже не тот, который делает всё, что угодно. А с которым делает всё, что угодно. Ведь вот эта мысль, которая... Настоящая мысль, которая вот здесь сосела. Сделайся богатым. Всё тебе позволено. Всё. Всё ты можешь. А развратительнее эта мысль нету. И никогда, никогда не было. Она же входит во всех. Проникает через поры мало по малу. Социалисты хотят переделать человека. Освободить его. Представить его без бога. Без семейства. Они даже заключают, что если изменить... Я выпустил такую книгу. Ну, чтобы как-то видно какое-то представление. Взгляд сквозь время. Фёдор Достоевский. Три петербургских романа. Значит так. Я не буду... Будем сейчас очень драматично. И очень, как бы, так сказать, динамично. Потому что всё-таки надо, чтобы было интересно. Когда фильм, это одно. А вот когда представление книги, немножко сложнее. Поэтому я сейчас прямо прочту, в чём смысл, в чём тема книги. Вот маленькая аннотация. Фотокнига Юрия Пантелеева, это то, что написали, представляет Санкт-Петербург как действующее лицо и участника драматических событий в произведениях Достоевского. Город своей неповторимой аурой влияет на чувства и поступки персонажей, созданных автором, писателем. Визуально фотографии выполнены в стиле, приближённом к фотолитографиям XIX века. А в сочетании с текстами великого писателя создают ту магическую атмосферу непостижимого города, которая так увлекает публику. Впервые в художественной фотографии читатель пройдёт по Петербургу вслед за героями трёх романов Достоевского. Ну и фотокнига обращена ко всем ценителям творчества Достоевского. То есть Петербург у нас как просто не то чтобы действующее лицо трагедия, а просто как некий магический и искушающий символ, в среде которого формируются те настроения и состояния героев, которые подталкивают их тем или иным действием. В частности, того же Раскольникова, Свидригайлова. На них влияет атмосфера Петербурга. Белые ночи, бесспорно. И даже атмосфера Петербурга влияет на состояние, настроение персонажа-идиота. И Павловский уаура, и вот это. Вот, так сказать, основной посыл моей книги. Сейчас я немножко покажу, прямо покажу из книги. То есть начну. Буду вот такими немножко кусками, потому что всего 60 иллюстраций. Я их не буду себе показывать. А потом мы посмотрим вот фильм. Ну как, вот даже не знаю. Вот понимаете, фото-литографии, приближённые к тому времени. Я тут, значит, у меня довольно длинные тут куски. Я не буду зачитывать, тем более темно. Ничего не увижу, буду приглядываться. Лучше просто расскажу. Значит, что это за произведение? Значит, началось всё, как бы, как всегда, банальным, так сказать, издательским заказом. Когда издатели вдруг стали на меня давить, что, так сказать, ни в одной популярной современной русской книге, значит, нельзя обойтись без попаданца. Без человека, который, так сказать, попал куда-то, так сказать, в другую эпоху и там навёл порядок. Обычно это типа майор ВДВ в Киевской Руси. У меня... Уф, я пошёл ужас. В том подумал. Значит, у меня появился такой любопытный ход. Вот, там, значит, не физически, ну, так сказать, внедряясь в мозг и в душу, современной купчинской парикмахерши юной внедрилась Аполлинария Суслова. Вот, собственно говоря, из этого, да, из этого всё и началось. То есть, и с её помощью, значит, некий антиквар петербургский, плагонически влюблённый не просто в прошлое, а в конкретно, в Елену Андреевну Штыкиншнейдер. До того, что он даже, так сказать, выгородил себе квартирку-гарсаньерку именно в доме Штыкиншнейдера, причём именно в том месте, где был кабинет Елены Андреевны. Вот, и весь живёт как бы духом девятнадцатого века, недаром он антиквар. И появляется вдруг, совершенно неожиданно, всплывает предложение, приобрести третью тетрадь. Что такое третья тетрадь? Третья тетрадь – это, в общем, фирмен Достоевского ведомо известный. Это, значит, третья тетрадь дневников и черновиков Аполлинарии Сусловой, которая была утрачена. Почему это важно? Потому что она все черновики всех своих писем аккуратно заносила в свои тетрадочки. Третья тетрадь – это, в общем, фирмен Достоевского ведомо известный. Третья тетрадь. Размышления о Достоевском на бывшем Семеновском плацу. Писателей судьба – мечта поэта. Поэт по жизни чаще – Орликин. Поэты в гроб ложились в эпалетах, а Достоевский дожил до Сидин. Писатель Достоевский – архи-скверный. Так Ленин о трудах его сказал. Но не создай он бесов, то, наверное, Ильич бы Смольный в октябре не взял. Не попади в кружок он, Петрашевцев, А любомудрым вольнодумцев станет. Покинул бы империю, как герцин, И не воспел Острогов пьянь и рвань. Судьба его стремила к кашафоту, Но он в петле не сгинул молодым. Воспев безбожность русского болота, Он стал для всей словесности святым. Чаша качелей выше деревьев, Чаша качелей камнем к земле, К солнцу взлетая облаком перья, Снова летая птицей. Я хочу быть вольной, Вольной птицей, Синь небес гладками пить, Я хочу цветной зараницей. Горизонт, окрай прошить, Горизонт, окрай прошить. Горизонт, окрай прошить, Расписать аквамарином Гладь серебряных озер, Горизонт, окрай прошить, Горизонт, окрай прошить. В окно... В окно... Спасибо! Я терпеливо всё прослушал, мне очень понравилось. У меня родилось определённое мнение, которое я хотел бы изложить в стихотворной форме. Но до этого один лишь литерический вопрос. Был ли Раскольников свободным человеком? Студентом? Наверное, если он, так сказать, осознал свободу как нечто необходимое... Как осознанная необходимость. Такое впечатление, что будет существовать с пром, который я написал только что буквально. Извините за мои, так сказать, поэтические потуги. Может, что-то неудачно. Роман «Преступление и наказание» создан нам всем в назидание. Раскольников там возведён, герои. Но нас не назидает и падение Трои, не назидает и холокосты, а назидают одни лишь прохвосты. И чем более порубана топорами, тем более уважаема нами. Вот лишь при имени Чикатило такое волнение охватило. И последователей-то сколько? Десятки? Да и не только. И не представить, не пивши и евши, написал ли он это, не сидевши. Каждый в России, каждый должен отсидеть или обслужить? Хорошее служить. Вот тогда будет легче житуху прожить. Прекрасно. Я гениален. Кто-то сомневался. Больше всех сомневаюсь я сам. Вот баналь заколебался, жги корабли и вали из стран сказавших нонграта. И будь спокоен, Кусунгобу отточен и закален, но в чистом поле одень его. Даже с гранатой. Даже когда под тобой трон. Я просто профан. Серая мышка. Что же тебе захотелось спасти? Тело. Кофта. Белоснежность. Манит. Тогда и вправду пора уйти. Но самуральский закон не пригоден для душ, обращающихся в тела. Сдай свой нож. Кольсяку в тревоге ищет расписанные веера. Ну и теперь за тебя не бойся. Выпадав зубы, пробьется плеш. Ну, рис обладает чудесным свойством. Когда его сваришь, он будет мягким. Для всех беззубых мягким. Ты гениален. Побойся Бога. Разве он зря поверил тебе? Серые мышки грызут у порога. Отруби. Отруби их с себя. Перекорми их всех до вздутия. Да с животной радостью отправить мечты в долгожданный пук. Жизнь только тем, кому без надобности объяснять, что свет быстрее чем свет. Мне приснилось, что я звезда. Тихо падаю в непространство. В запредельное никуда. От обыденного окаянства. Может чистая заводь и есть? Для потерянных звезд в вселенной. Отзовись. Помоги. Я здесь. Пусть горит огонек твой нетленный. Три пародии написали уже на экспорте. Три пародии. Когда ты поймешь... Ну, боюсь, слишком поздно. А, все, вспомнил. Когда ты поймешь, что это моя работа. Боюсь, для меня будет слишком поздно. Но небо так звездно. И у меня лишь одна забота. Заказай звездопад для исполнения твоих желаний. Ты улыбаешься. А я серьезно трясу это небо своими руками. Это я просто показываю тот формат, в котором будет проходить мой творческий вид. Прекрасно. Спасибо. Вспоминай меня снова. Ищи в отражениях глаз, под зонтами прохожих, одну на пустынной аллее. Вспоминай меня снова. Встречались мы тысячи раз, чтобы когда-нибудь лет через сто оказаться смелее. Вспоминай меня снова. Как плавился воском гранит под твоими руками. Как путались ленты корсета. Вспоминай меня снова. Ты помнишь? Этот замок хранит сто тринадцать шагов до любви и пугливость сонета. Вспоминай меня снова. А память врывается сном в непроглядную полность сквозь плотно прикрытые шторы. Вспоминай меня снова. Неважно, что будет потом, ночь сплетает причудливо наших ладоней узоры. Вспоминай меня снова. Ищи в отражениях глаз. Пусть я даже забыла. Пусть мне будет первой больнее. Вспоминай меня. Просто за тем, чтобы в следующий раз хоть чуть-чуть, хоть на пару шагов оказаться сильнее. Спасибо. 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 Спасибо.